По истории, которая есть с Одессой, да, то есть министр здравоохранения, который справляется и борется с коронавирусом, Максим Степанов, заявил о своей готовности променять кресло в кабинете министров на должность в Одесском облсовете. При этом он подчеркнул, что он совершенно не политик, он лишь государственный менеджер. Давайте то, что он подчеркнул, послушаем. Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент, але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди у місцевій владі. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити. Я прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очорвати список партій «Слуга народу» в областну раду. При этом Филимонов. Перевожу. Мінистром я більше не буду, поэтому готовлю себе запасной аэродром. Но переводится это, на мой взгляд, так. Нормально, нормально. Вы представляете, чтобы при Кучме, например, при президенте Кучме, министр здравоохранения, действующий, избирался в облсовет? Очень низкого полета птица. Ну, це невозможно було, ну, тому що були устоявшіся якісь якісь правила, правила игры, а це вне правил. Вже все, що відбувається сьогодні, вне правил, вне логики, вне какой-то вне устоявшихся норм. А це хорошо чи плохо? Це так. Це факт. Медицинський факт. Це часто напоминає бред. Я смотрю на людей, і мені кажуть, що вони бредять. А из-за чого так відбувається? Подождіть. Из-за чого? Из-за чого так відбувається? Из-за того, що інститути государства рушатся. Рушатся. Ответственні разрушители є. Наверняка. Конечно. Ну, це і частина гибриднаї війни, яку Путин веде проти України, безусловно. Без Путина нікуди, я понимаю. Не надо, нет, я вам обосную, то, що я говорю. Не надо входити танками, не надо тратити деньги на военні действия. Нужно разрушать государственность ізнутри. А щоб я не був голословним, я вас отсылаю к военному вестнику российскому за начало 2013 года. Внимательно почитайте статью начальника генерального штаба вооружённих сил России Герасимова, Который просто чётко расписал правила гибридной войны. Вот всё, что он расписал, всё Россия продолжает делать по отношению к Украине. Просто по пунктам. Вы поразитесь, насколько просто и насколько чётко. Ну, Зеленский же победил. Он же нарушил планы России в любом случае. Никто не ожидал такого. Такого. Зеленский победил, а государство разрушается. Я не вижу разницы в этом. Победа Зеленского и разруха государства – это одно целое. Победа Зеленского – это надежда. Победа Зеленского – это плюс даже в том, что Порошенко не пришёл к власти. Это очень важно. Если бы Порошенко победил, ну, хоплых бы настал сразу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.